Мы вспоминали про Альтернет, а мы-то с тобой познакомились еще за пару лет до него, у Мангаева, Магения и так далее. И я поэтому возьму слово сейчас. Первым делом мы с тобой поссорились, если ты понял. Это же естественно. Потому что первым делом что произошло? Я, значит, на мангале жарю вот это вот, вот это вот, а он пришел со своей курицей. Я говорю, подожди! Он повернулся и пошел. Но дело в том, что вы не все знаете Шлема. Шлема – артист. Если он обиделся, повернулся и пошел, он пошел так, что у тебя сердце, оказывается, не знало бытия. Ты понимаешь, что ты на твое. Поэтому у меня все пошло не так на мангале. Что-то начало подгорать, что-то начало падать. Я понял, что надо срочно чинить обстановку. Я позвал Шимона Гасанова, потому что кроме Шимона Гасанова, кто ж мог это дело починить? Кто не знает Шимона Гасанова? Все знают Шимона Гасанова. И сказал ему, Шимон, я обидел Шломова. Это необходимо исправить. Пойди и скажи ему, что я хочу перед ним извиниться. Я же не могу от этого гасанова отключиться, потому что я пойду туда, тут все сгорит. В общем, все состоялось. И с тех пор, если вначале нагреть, а потом суметь, то оно закалится. Вот так наши отношения с Шусоном. Во-первых, я могу только позавидовать тебе, что ты сумел такую книгу создать, поскольку я, например, о своих родственниках очень многого не знаю и, наверное, уже никогда не узнаю. Потому что со стороны отца деда, то есть мой прадед, он был торговым представителем в посольстве СССР в Чехии с 1929 по 1935 год. Потом начальником штаба военной медицинской академии в Питере в 1938 году его застреляли. И все, что о нем известно, оно все засекречено. Все, кто о нем что-то хоть помнит, их уже осталось, папа мой умер, все остальные были слишком малы, чтобы вообще хоть что-то помнить. А дед боялся о нем рассказывать, чтобы не наблюдить, ну как, в свое время. Короче, то же самое с маминой стороны. Биография родственников, не дай бог, у тебя в анкете будет резник или раввин или еще кто-то. И все это, и вот я прямо, я завидую белой завистью. Цирка, моя жена, пишет сейчас такие же миуары. У нее есть это генеалогическое дерево. Аж с 1760 какого-то года из Амстердама евреи переехали в Ригу. И там у них это самое. А я вот такой вот остался. Много чего знаю, много чего помню, но чтобы так глубоко завидовать. Но с другой стороны, вот Миша своей книгой и тем, что он нам сегодня почитал, тоже, наверное, я не то, что тут завидую, я горжусь на самом деле, с этим человеком дружу. Потому что мы дома это часто обсуждали еще с мамой, с отцом, с женой. Сейчас мы так с сожалением обсуждаем, скажем, врачи сегодня видят в пациенте только болезнь. Человека, личность, судьбу. Нет, есть бумажки, данные, анализы. Человека не видят. Но педагоги, если их так можно сегодня назвать в школе, ну, учителя, да, они тоже видят только некие объекты, субъекты, оценки, графики. В учениках личности они не видят. Все это очень тяжело переживать. Мы всегда вспоминаем, да, вот когда-то была такая наука, там, несколько сотен лет тому назад, философия. Она включала в себя все. И естествознание, и математику, да, и физику, это было. И когда все вот оно было в одном комплексе, когда все было одно без другого, как бы, не существовало, вот тогда существовало понятие мыслитель. Да, да, да. Вот Миша один из этих магикан каких-то, из динозавров этих, да. С одной стороны, вот он инженер, да, механик, там, математик, ну, тут точно. С другой стороны, такой лирик, да, и такой литератор. И, на самом деле, лучшие произведения в советской литературе были написаны именно инженерами, врачами, там, да, ну, действительно. Наверное, именно из-за того, что вот необходимо, необходимо это сочетание, это, да. И в Миша это настолько все здорово сочетается. Он и анализирует все, с одной стороны, вот, математически, да, механически, там, инженерно, с другой стороны, он же видит за этим, как Миша Адропольский, музыку, у него музыкальная семья, музыкально. И у него это естественно, поэтому у него получаются такие тексты замечательные. Но самое главное, что я хотел бы, конечно, Миша сказать сегодня, послушав все, что он рассказал, Миша во всем, вот, комплексность, как бы, подхода, цельность, да, я понимаю теперь, как считаю, это, видимо, вот от бабушки, от мамы. Он как инженер и как механик, он прекрасно понимает, что если что-то движется, да, то за этим стоит какая-то энергия, что-то должно толкать какие-то, должны быть рычаги. Само по себе ничего не движется, да, само по себе ничего не происходит. И для него все, что он переживает, все его эмоции, его чувства, вот, например, его отношение к дружбе, оно не такое, оно романтическое очень, очень романтическое. Он романтик, безумный, видимо. Но для него понятно, что дружба должна к чему-то двигать. Для него дружба – это некое действие. Вот он рассказал замечательный такой эпизод у Мангала, я никак не могу забыть, как он меня удивил, приехал ко мне в тыко. Через считанные какие-то, не знаю, сколько, недели, может быть, месяцы знакомства, ты приехал к нам в тыко, с женой, ты провел у нас время, совершенно, причем, как бы, как свой человек, как будто мы, не знаю, знакомые тысячи лет, и это я еще не знал тогда, что его родственники из Риги, так же, как и мастерки совершают. Но это, как бы, само собой произошло. И он уже стал строить планы переезда вообще в тыко, или в новый день тут искал здесь уже себе дом, караван уже себе сюда смастерил, все, уже планы были, потому что какое-то вот появилось моментальное ощущение. И вот так до сих пор, как бы, Миша, если, ну, если он с кем-то дружит, то за этим ни слова, ни романтика только, ни песни у костра, там, ни еще что-то. За этим всегда дела, поступки. Вот этим этот человек удивительно ценен. И это сегодня, честно говоря, это редкость. Сегодня мы умеем дружить в Фейсбуке, умеем дружить, дружить дистанционно, умеем дружить очень красиво, романтично на словах. На деле, так, чтобы на человека можно было положиться, чтобы можно было его о чем-то попросить, чтобы он мог... И чтобы это было естественно, чтобы ты не чувствовал себя потом, все, вот, ну, вот, опять пришлось. Нет, это естественно, сделать друг для друга. Вот это редкость сегодня. Миша один из таких вот редких людей. Ну, я так понимаю, что, прочтя его книгу, все поймут, откуда это и как это. Как получилось? Я в части этой книжки слышал отрывками, пока мы с Мишей ездили иногда вместе, он меня куда-то подвозил, или там, я его просил подвезти своего друга, там, еще что-то. Так он, Миша даже спрашивал меня, там, про Ригу, какие-то детали, там, к моему брату звонил, и ему нужна была точность. Он же инженер, уже была точность. Но с другой стороны, сколько там лирики, романтики, тепла и так далее. Спасибо тебе, Миша, спасибо огромное. Я уже... Так, я прошу, секунду, я только поменяю батарейку. А можно теперь немножко поменять тему? Тут Миша рассказал историю про 22-е число, там, да, две истории, которые меня буквально вызвали ассоциации с тем, что ты читал. Значит, одна история про Идыш, а вторая история про юблея из Баку, который приехал в Лигу. Значит, про Идыш история короткая. Началось все с того, что, как и Миша, учился когда-то в Лиге в английской школе, и уже где-то там к десяти годам я разговорным английским владел вполне прилично. и на улице, встречая иностранных туристов иногда, если они заблудились вдруг, я понимал про их разговоры, что отстали от группы, не знают, где гостиницы, не знают, где группа, я к ним обращался любезно, проводил их туда, куда им надо, получал за это пачку жвачки, там, значок, шарф, ну, что-нибудь иностранное такое, возвращался в школу просто королев, да, каждый раз сприбнули, понимаете, пачка жвачки, месяц ты можешь вот по кусочку каждому очипывать, и ты король. И вот эта привычка быть таким экскурсоводом по Риге, значит, она в конце концов вводилась в то, что приехал из Питера бабушкин младший брат, Арончик, юморной мужик, страшно, значит, и он говорит, ну, сделай мне экскурсию по городу. И я его, значит, повел по каким-то моим любимым местам, в основном это был старый город, но я очень любил рижские парки, там, парки со скамеечками, с эстрадами такими, с какими-то еще. И вот в одном из парков, он когда-то назывался Верманский, потом, да, он был Офицерский, потом Сталкировский, в этом парке была такая круглая, значит, аспортированная площадка и по всему диаметру скамейки. Длинные такие скамейки получались, и по выходным на этих скамейках усаживались в рядок пожилые люди в парадных мундирах с орденами и медалями, как будто на праздник, и говорили друг с другом на едише. Человеку с такими регалиями, ну, кто же, да, никакая там, ни дружинники, ни ментами, неудобно, и они себе позволяли. И вот они между собой приходили туда поговорить на едише в парке, не шушу дома, как в парке. Иногда десятка-полтора-два людей сидело и говорило на едише. И это люди обращали на это внимание, проходя по улице, останавливались, прислушивались. Это было уникально. Дядька мой, Арончик, когда это увидел, услышал, он стоял и плакал. Вот так же, как ты с этой тумбалалайкой. и вот для него ну, просто это было вот такой эпизод про проедешь. В каком году? Ну, это был 70-й, да, я еще совсем пацан был. А вторая история про бакинского еврея, Айоси, который приехал в Ригму и в пригороде купил второй этаж особнячка. Айоси занимался антиквариатом и перевез и сбоку всю свою коллекцию. Ножи, пистолеты, цилиндры, трубки. У него была коллекция трубок. Потрясающе совершенно. И, поскольку он купил этот второй этаж, он такой немножко развалюха была, надо было делать довольно солидный ремонт. Он искал кого-нибудь нанять, чтобы не болтливый был, все-таки антиквариат там и, да, с другой стороны, чтобы все-таки была помощь. И через мою маму, которая там со всеми этими букинистами как-то была связана через папу. Мне тогда было лет 15, наверное, я уже работал на заводе, такой был парень рукастый. Давай, помоги ты. Отец меня научил в свое время всю мебель вместе делали дома. Столярничали, плотничали. У меня были навыки. Ну, окей, я пошел к нему помогать ему делать этот ремонт. Мы конопатили стены, конопатили крышу, надстилали, перестилали. Ну, и каждый раз, естественно, после рабочего дня застолье, начиналось с зелени, которую он в воду бросал. Первым делом зелень, запах, где он добывал эту тархун там прямо незабываемый совершенно сам. Ну, и в конце концов, значит, я начал интересоваться и в коллекции, примерял на себе цилиндры настоящие, пистолеты, кинжалы, и все. И однажды он меня поймал перед зеркалом с шикарной трубкой. Он говорит, нравится, я говорю, ужасно. Он говорит, ну, нравится, бери. Он говорит, что значит, бери подарок, дарю, традиция. У нас так на Кавказе принято. Я поберил, взял, пришел домой и набивали трубочку. Я уже работаю на заводе, сам зарабатываю, мне уже все можно. Я уже дома курил, мама увидела трубку. Мой отец курил трубку, дед курил трубку, дядя курил, она в трубках знала толк. Она моментально обречит у меня забирать трубку, смотрит на клеймо, смотрит на год выбыл, 1700 там какой-то год. Говорит, ты что творишь? Знаешь, сколько стоит эта трубка? Ты не дай бог ее где-то покажешь. Тебя за эту трубку где ты взял? Я говорю, мне Йоси подарил. Йоси, идиот, забрал эту трубку, вернул, а Йоси, ты с ума сошел? Пацану такие подарки делать? Все. Короче, он обиделся, ну ладно, взял обратно, устроил новоселье. Уже назначил дату, гостей пригласил с маминой работой, с своих друзей, ну и я там, естественно, звезда вечера, я же участник, проектор. Единственная была проблема, дату-то он назначил, но к этой дате финская сантехника, которую он заказал, не приехала, и в туалете не было унитаза. Была дыра, но дыра, он в нее ведро поставил, и встречает гостей у входа, он каждому на ушко говорил, извините, так получилось, я когда дату назначал, я был уверен, что он не, так что там ведро, вы только, пожалуйста, на ушко, все нормально, все, все, все поняли, садимся за стол, идет застолье, шикарное, все, и приходит опоздавшая девушка, и, значит, садится прямо за стол, и она, на входе, ей никто ничего не объяснил, но и в процессе ей надо было выйти, и тут уже моя мама ей говорит, ты только, говорит, не, 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 не впадай в истерику, там ведро, и когда она уже вышла, оттуда мама ей сказала, только не скажи, что понравилось, подарит, после этого у нас с этим ее все отношения и не сложились, хороший финал, и не забудьте